Теперь, коллеги, давайте перейдем к нашей сегодняшней теме и поговорим о том, что такое УДК, ББК, ДОИ, авторские таблицы, авторский знак, зачем это нужно и как с этим обходиться. Ну, напоминаю коллеге, что у нас цикл идет библиография для небиблиографов, поэтому какие-то очень серьезные профессиональные вопросы мы затрагивать не будем и очень глубоко углубляться тоже, тем более в рамках одного вебинара вряд ли у нас это даже получилось бы сделать, если бы мы даже очень хотели. Поэтому этот вебинар скорее для тех, кто сталкивается с этим впервые или пока еще не доводилось сталкиваться или не так часто. Ну, вот буквально самые простые, самые такие легкие, скажем, вещи, легкие для специалистов, но очень трудные, когда не знаешь, что это такое и как с этим управляться. И начнем мы с классификации УДК. УДК, ББК, авторский знак – это вот те самые страшные аббревиатуры, самые страшные индексы, которые ставятся, если откроете оборот титульного листа любой книги, в левом верхнем углу три строчки. УДК, ББК и авторский знак. Так, вот сегодня мы с вами и посмотрим, что это такое, откуда они берутся и из каких таблиц их брать. На самом деле это не очень страшно, придумывать здесь мало чего, но да, занимает время и да, надо понимать просто где смотреть и как искать эту информацию. Ну, вот сегодня и познакомимся, из чего состоят эти классификаторы. И немножко про УДК я вам чуть подробнее покажу, как некоторые индексы, такие сложные составные индексы формируются. Ну, и требования индексирования статей самими авторами сейчас исходят от многих изданий. И мы часто с этим сталкиваемся. И статьи нас просят проиндексировать, и уж книги тем более. И вот тут у нас возникает два варианта. И вот здесь у нас возникает два варианта. Либо мы отдаем все это профессионалам, и пусть они делают, либо мы делаем сами. Ну, и у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Ну, плюсы здесь вот приведены на слайде, да, а вот минусы у каждого этого способа тоже у нас существуют. Препятствия, когда мы отдаем все на лодку профессионалов. Ну, во-первых, мы можем предоставить неполную информацию, соответственно, индексация будет неточной. Потом есть такой еще момент. У каждого специалиста, у каждого систематизатора, каталогизатора может быть свое видение. И лучше автора никто нюансы текста знать не может. Для того, чтобы их узнать, надо все прочитать досконально от и до. Это не всегда представляется возможным. Поэтому вот без автора можно чего-то не учесть. И отсутствие представления о читательской аудитории, если автор об этом не говорит, для кого, куда, зачем, то тогда тоже возможны ошибки и в индексации. Ну, насколько более общий индекс нужно брать, либо, наоборот, его сильно конкретизировать. Если делать самому, то здесь, во-первых, незнание правил классификации может сказаться. Мы не знаем, какими генераторами пользоваться или воспользовались ими, но не перепроверили по таблицам, а это лучше сделать. И, опять же, отсутствие представления о целевой аудитории, если написали, но четко не представляем, а кто же читатели. Ну, с учебниками это проще, конечно, с книгами, может быть, а вот со статьями, да, кто читатель вашей статьи? Да, все. И самый оптимальный вариант здесь это делать самому и проверять у профессионалов. Ну, или наоборот, профессионалам дать, но перепроверить за ними, как было проиндексировано, почему здесь именно эти индексы стоят. И обязательно должна быть такая совместная работа и специалиста, и автора текста. И индексы, которые присваиваются, индексы УДК, индекса ББК, это фактически индексы ИПИЯ. Информационно-искусственный созданный информационно-поисковый язык. И вот в процессе индексирования содержание документа выражается на принятом в библиотеке информационно-поисковом языке. И при индексировании создаются два варианта. Поисковый образ документа и поисковый образ запроса. И то, и другое могут выражаться терминами индексирования, в том числе и классификационными индексами. Вот этими индексами ББК и УДК. И если так говорить о сущности индексирования, в западной литературе очень часто приводят это сравнение. Его сравнивают с различными способами свертывания содержательной информации. Например, аннотирование или реферирование примерно то же самое. Но только выражается в более сжатом виде, более стандартизированном. Но язык вещь богатая и мы можем, даже в аннотациях и рефератах, они могут содержать некую многозначность трактовок, неоднозначность трактовок. Поэтому в интересах эффективного поиска и стали использовать такие искусственные языки, информационно-поисковые языки. И индексы УДК и ББК являются таким информационно-поисковым языком. И задачи индексирования хорошо сформированы вот в этом ГОСТе. Ссылка активная, можно ей пользоваться, если скачать презентацию со слайда. ГОСТ 7.59.2003. Индексирование документов, общие требования к систематизации и предметизации. И вот там как раз все основные задачи, все основные условия, принципы индексирования, они изложены. Ну, поэтому подробно на нем останавливаться не будем, просто знать, что вот такой документ существует. Единственное, что там написано, о чем хотелось бы сказать, что там написано, что под поисковым образом документа, для поискового образа документа необходимо отразить основное содержание документа и только при необходимости назначения и его формы для обеспечения эффективного поиска информации. Ну и из основных условий, там много условий и принципов. Основное условие в пункте 4.3 написано, самое главное, с чего мы, собственно, и начинали, что важнейшее условие индексирования – это непосредственный анализ документа. То есть нужен весь сам документ, не просто позвонили, сказали, или принесли название, скинули там по мессенджеру, вот название моей статьи, ну-ка быстренько мне индекс, давайте-ка сюда, надо быстро проиндексировать. Нет, так не пойдет, нужен весь непосредственный документ. Вот судя по этому ГОСТу. Есть еще один ГОСТ, 76692. Вот здесь тоже его название на слайде есть, и ссылка тоже активно, можно будет посмотреть. Система стандартов по информации, библиотечному издательскому делу, индексирование документов, общие требования к координатному индексированию. Вот здесь более мягкие условия, здесь перечислены те элементы, которые необходимы для правильной индексации документов. Вот этим вот тоже можно пользоваться. Ну, не всегда у нас есть возможность полностью изучить весь документ, особенно если он большой, а надо очень быстро. То вот эти вот элементы, это вот, я вам специально их выделила в такой список, это вот как раз то, что необходимо для того, чтобы правильно проиндексировать документ. И есть случаи, когда эти требования нарушаются. Вместо документа на индексирование, либо пользуемся библиографической записью, или вообще ксерокопией титульного листа, это вообще хорошо, если так. А иногда просто устно сказали название статьи, нужно ее проиндексировать. Ну, здесь большое количество ошибок и может происходить, поэтому лучше так не делать. Индексирование вообще это своего рода перевод. Перевод с одного языка на другой. И это, в этом случае классификатор можно сравнить с такими двуязычными словарями. Обычно они состоят из основной части и алфавитно-предметных указателей. Так вот, алфавитно-предметные указатели дают перевод с человеческого языка на искусственный, а в основной части наоборот, с искусственного на естественный. Ну, в алфавитно-предметном сначала идут словесные, идут слова и потом ставится код. А в основной части наоборот. Сначала идет индекс, код, а потом уже дается его расшифровка. Поэтому немножко можно сравнить процесс поиска индекса с работой процесса перевода, с работой такого письменного переводчика. И вот еще один ГОСТ я вам тоже здесь привожу на слайд, тоже ссылка активная. Это ГОСТ 790-2007, универсальная десятичная классификация, структура, правила ведения и индексирования. Можно ее посмотреть вот здесь, так и, по-моему, ссылка у меня есть еще. Могу ее вам в чат скинуть. Вот текст этого ГОСТа, можно ориентироваться на него и обращаться к нему при необходимости решения каких-то вопросов, связанных с индексацией. Ну а теперь про сам УДК. Что это такое? Это универсальная десятичная классификация, основанная на десятичной классификации ДЮИ. И структура у нее состоит из трех частей. Это таблицы. Две таблицы, основные и вспомогательные. И третья часть – это алфавитно-предметный указатель, который тоже состоит из двух частей. Один – алфавитно-предметный указатель к основным таблицам и второй – к вспомогателям. Ну вот три вот такие важные части нам нужны, когда мы составляем индексы. Как правило, в основную таблицу входят понятия, которые специфичны для различных областей науки. Науки, искусства, техники. И обладающие только присущими им особенностями. А вот вспомогательные таблицы, в них относят повторяющиеся понятия, которые общие для всех или для многих разделов. Либо применяются внутри одного раздела, тогда в алфавитно-предметном указателе это указывается, что это алфавитно-предметный указатель к такому-то разделу. То есть это повторяющиеся понятия, но они используются внутри вот этого конкретного раздела. И эти понятия присоединяются к основным для уточнения их содержания и формы. То есть сначала мы смотрим основные таблицы, находим сначала алфавитно-предметный указатель к основным таблицам, потом переходим в основные таблицы, там находим нужный индекс, и если нам нужно его конкретизировать или уточнить, обращаемся к вспомогательным таблицам, к алфавитно-предметному указателю и к самим таблицам. Из чего состоит основной ряд, основная таблица этого классификатора. Здесь отражены различные области знаний. И возглавляет основной ряд класс, нулевой класс, от нуля до девяти, поэтому десятичная классификация. Общий раздел. Сюда включается наука в целом, письменность, журналистика, библиография, кстати, библиотечное дело, музейная культура, журналистика и так далее. В общем. И этот раздел трактовался как вводный ко всей структуре в целом. Дальше идет группа, зеленым цветом выделенная, группа гуманитарных наук. Здесь отведены как бы две части. С первого по третьей и седьмого по восьмой. Философия, логика, психология, религия. Вот здесь нужно смотреть, что мы ищем по названию этого раздела. Пятая группа отдана математике и естественным наукам. И шестая – это прикладные науки, техника, медицина и сельское хозяйство. И вот эти классы, пятый и шестой, они взаимосвязаны между собой и при индексировании иногда возникают затруднения в выборе индекса. Поэтому здесь важно посмотреть, учесть, что пятый раздел в основном отражает вопросы теоретического характера, общие законы, исследования этих законов. А вот шестой раздел – это вопросы практического применения этой теории, этих законов, воплощения их в этих областях. Поэтому вот это для себя взять. Что у нас? У нас в основном рассматривается теория или на первом месте у нас практика. От этого будет зависеть, какой индекс, из какого раздела у нас пойдет в первую очередь. И такая иерархия подразделений от общего к частному – это вот такой общий принцип, общий метод детализации, который в УДК применяется. И вспомогательные таблицы. Вот я вам выписала здесь только самые наиболее часто используемые. На самом деле их немножко побольше. Там есть еще дополнительные, еще другие таблицы вспомогательные. Но вот эти – это то, что на практике мы чаще всего… к чему мы чаще всего обращаемся. Так, смотрю вопрос. Ссылку на вебинар. Ага, ссылка на вебинар. Одну минутку, коллеги. Немножко отвлекусь. Про вебинар в 14 часов. Сейчас я вам дам… Так, вот он. Вот, вот. Ага, спасибо большое, Светлана. Ну, я тоже успела. Так вот, вспомогательные таблицы. Вот самые основные, к которым мы чаще всего обращаемся. Первая таблица – определители языка. Вот она содержит классификацию различных языков. Для обозначения документов и переводов с различных языков. И символ, который используется для этого определителя – это знак «равно». Его поставили, потом идет цифра 111. 111 – обозначение английского языка. Значит, эта книга… Как прочитать этот индекс? Эта книга написана на английском языке. Второй определитель народов. Ну, примерно то же самое, только говорим о национальностях, народностях и этнических группах. И чтобы его отличать от языка, ставят вот эту конструкцию в круглые скобочки. Вот тоже используется знак «равно», но в круглых скобочках. Вот если скобочки не поставили, это будет означать, что у нас книга попадет в раздел книг на английском языке. А если мы поставили скобочки, то эта книга попадет уже совершенно в другой раздел. Это книга про англичан. Почувствуйте разницу, да? Поставили мы скобочки или нет. Поэтому очень внимательно нужно смотреть на индексы, когда их уже даже есть, если их поставили специалисты. И определитель формы, отличительный символ цифра в круглых скобочках, начинается с нуля. Это классификация документов по форме и характеру изложения. Что это? Отчет, это статья, это учебник, это патент или что-то еще. И имеются обозначения и для макетов, муляжей, карт, каких-то трехмерных изображений, географических материалов и для изложения вопросов в различных аспектах, например, исторических. Ну вот, например, поставили вот такой индекс, если мы видим 0,758 в круглых скобочках тоже, то это означает, что это не просто книга, а учебник для вузов. А вот поставили 0,8374, это уже стандарт или какая-то техническая документация. И определители места, символы используются от 1 до 9. Обратите внимание, что кроме языка, все остальные ставятся в круглые скобочки. Это как бы идут вспомогательные таблицы. Поэтому если даже смотрите составной код, то все, что в круглых скобочках, значит, смотрим, где это искать? Это искать во вспомогательных таблицах. И определители места никогда не начинаются с цифры 0, только с единички, ну вот так вот уж заведено. А 0 отдан определителям формы. И применяются для индексирования, публикации о природных объектах, явлениях, промышленности, экономике, ну там, где потребуется какая-то географическая конкретизация или локализация, привязка к местности. И могут использоваться определители стран и их политико-административное деление. Да, есть определители для перечня океанов, морей и их частей. Есть списки гор, пустынь, бассейнов, чего там только нет. Есть даже страны и местности древнего мира, которые определяются, вот определитель для них из этой таблицы начинается с цифры 3. То есть найти здесь можно много чего. Поэтому внимательно смотрим. Если есть необходимость конкретизировать по одному из этих признаков нашу работу, нашу статью или книгу, то тогда мы их используем. Ну вот, например, название судостроения Лондона будет иметь вот такой индекс. Фиолетовым. Это относится к судостроению. Это в основных таблицах. Открыли, посмотрели. Ага, вот он индекс. Но у нас не просто судостроение, а Лондона. Значит, надо привязать куда? Надо привязать к местности. И вот мы смотрим, как раз обращаемся к таблице определителей места и находим, что Лондон, оказывается, у нас вот так зашифрован. И вот у нас получилось судостроение Лондона. Или добыча нефти в условиях песчаных пустынь. Что главное у нас тут? Добыча нефти. Это второстепенная такая привязка к местности. Ага, привязка к местности. Смотрим таблицу определителей места. Вот оно. И вот у нас наш основной... Так, сейчас возьму указку, а то я мушкой ввожу. И добыча нефти. Вот как это выглядит в основных таблицах, что откуда мы взяли. И вот что мы взяли из помогательных, из разделителей, отнесенных к разделу песчаной пустыни. Ну, вот так вот примерно и происходит индексирование по УДК. Но, помимо этого, есть еще разные страшные знаки. И УДК обладает богатейшим набором таких различных знаков и символов. И их основное назначение – это зафиксировать отношения между существующими понятиями, которые в документах отражены. Ну, и создать правильный поисковый образ вот этого документа. Основные знаки, которые здесь присутствуют. Вот первый – это знак присоединения. Он, знак плюс, соединяет две и, может, и более равноправных областей. Это две темы, независимые друг от друга. И этот знак соединяет эти основные индексы. Ну, он может применяться и к определителям. То, что в круглых скобочках берется из вспомогательных таблиц. Там это тоже может использоваться. Ну, вот как у нас, например, в примере. Исследование состояния химической промышленности в США и Канаде. И сборник статей по химии и химической технологии. Ну, действительно, можно поменять местами, и смысл от этого не изменится. Сборник статей по химии и химической технологии или сборник статей по химии и химии. В принципе, для смысла это никак не влияет, никак не искажает, поэтому ставится знак плюс. Он обратимый. То есть мы и так, и так можем поставить. Или вот следующий пример, когда он, прошу прощения, применяется как раз для определителя местности. Исследование состояния химической промышленности, но Канады и США. Вот химическая промышленность индекс поставили и в скобочках определяем. Канаду и США, можем мы вот так записать? Наоборот, США и Канада. Да, конечно, можем. В принципе, здесь никакого урона, ущерба не произойдет. Это знак обратимый. И если он ставится, то есть такая маленькая хитрость, то он будет дублироваться в каталоге два раза. Вот как каталожные. Да, совершенно верно. Слагаемых, сумма не меняется. И карточка, если вот карточные каталоги, то тогда надо было делать две карточки на Канаду 6671 и 6673 на США. Уйдет в два места каталога. Плюс в том, что, может быть, чаще будут находить. На двух языках. Вот, Елена, здесь скорее вот то же самое, как со странами. Топонимика выносим и можно за счет присоединения. Например, если они равнозначны. И еще один знак, который у нас есть. Знак распространения. Читается как косая черта или от и до. Ну, как погенация, когда мы пишем библиографическое описание, да, библиографическую запись или ссылку на статью. И пишем страницы 13-е тире 28-е. Вот вместо этого тире здесь используется, в индексе используется косая черта. Для того, чтобы поставить этот знак распространения, необходимо два условия. Во-первых, имеет ли ряд индексов, которые мы объединяем, общее построение. И нет ли в этом ряду чужого, да, чужого по содержанию к остальным. И во-вторых, может ли общее содержание вот этих индексов, можно ли его объединить в качественно новое родовое понятие. Если можно, то тогда мы объединяем эти индексы. И, например, как в нашем примере, мы создали индекс радиоэлектроника. Вот его в ДК нет. Радиоэлектроники нет. Есть радиотехника, есть электроника, есть электросвязь. И вот мы посмотрели по содержанию нашей работы, мы посмотрели по содержанию этих индексов, поняли, что да, они объединяются, они нет ничего противоречащего. И все это можно объединить в один, и тогда мы ставим этот знак. И обратите внимание, после косой черты вот эта точечка ставится, потому что это разделитель. 621, общий, более общий индекс, а это пошли его подразделы. Они отделяются точкой. И если мы их объединяем, то тогда мы и ставим вот эту точку. То есть в рамках вот этого раздела мы объединили его подразделы, если совсем по-простому сказать. И вывели новое радиоэлектроника. Можно делать и так. Но не всегда это можно сделать, если у нас, например, вот такие есть индексы. Например, знаком распространения вот эти индексы объединить не получится. У них нет общего содержания. Да, и там, и там, и там говорится про машины, но совершенно различные. То есть тут объединить не из чего, нечем, нечем. И косая черта применяется только в том случае, если в индексируемом документе присутствуют все темы, которые вот в этих, они символизируют эти три индекса. Вот тогда их можно объединить. Ну, в данном случае три. Еще один знак, знак отношений. Это читается как двоеточие. Он отражает любые связи между понятиями. И любой индекс из любого раздела, благодаря этому знаку, мы можем в случае необходимости привлечь для детализации любого другого индекса, любого другого раздела. И вот такой знак называют индекс. Со знаком отношений называют составным. Но они иногда несут в себе некую неопределенность и могут при прочтении толковаться по-разному, чего не всегда можно допустить. Ну, вот, например, взаимоотношения, если мы напишем вот так, 17,7, взаимоотношения этики и искусства. Здесь этика будет по отношению к искусству. А если мы напишем наоборот, 7,17, то искусство по отношению к этике, что поставится на первый ряд, может поменяться смысл работы, может кардинально измениться. Поэтому с этим знаком нужно очень осторожно. Ну, вот, например, литейные цеха. Вот у нас есть литейное производство, есть сооружение здания средства производства. Если мы запишем вот так, литейное производство сооружения здания, для литейных цехов, то вот здесь мы будем рассматривать скорее литейные цеха с точки зрения оборудования, технологий, как цех. А вот если мы наоборот напишем и поставим вперед вот этот знак 658, то мы будем изучать уже состав бетона, планировка зданий, какие-то особенности строения, но применительно к литейному производству. То есть на первое место выйдет уже сооружение и здание. Поэтому, когда вы видите, что в вашем индексе, или вы сами используете вот такой составной индекс и ставите двоеточие, посмотрите, если поменять местами, не исказит ли это смысл того, о чем вы говорите. Вы поставили такой знак, а на самом деле вы рассматривали здание и сооружение с точки зрения строительства. Или как средство производства, как сооружение литейный цех. А получилось, не совсем в тот раздел мы можем попасть. Или вот, например, есть индекс геодезии, есть индекс искусственные спутники. Мы можем написать так, можем написать по-другому. На первое место поставить геодезию, на второе место поставить искусственные спутники Земли, или наоборот. И смысл от этого может поменяться. Можно ли это как закрепить? Да, есть такой закрепитель. Знак отношения тоже, но необратимый. Это два двоеточия. Если его поставили, то только так местами менять нельзя. И он введен в УДК недавно для закрепления определенного порядка двух и более компонентов для таких больших индексов. Ну, иначе говоря, он ставится тогда, когда по-другому нельзя, когда нельзя поменять местами. И это играет важную роль при машинном поиске, при централизованной классификации. Часто его используют в отдельных фондах для закрепления каких-то принятых решений, что мы будем описывать именно вот так. Ну, вот, например, если мы поставим, и вот тогда, если мы закрепляем этот знак, то у нас будет 528 ставим на первое место, у нас будет спутниковая геодезия. А если наоборот, то у нас будут геодезические, искусственные спутники Земли. Почувствуйте разницу. Если мы не поставим вот этот вот закрепитель, то может поменяться и смысл книга или статья может уйти совсем не в тот раздел. А так закрепили, все никуда не денется. И еще один знак, это знак квадратных скобок. Применяется он во всех разделах УДК в сложных и составных индексах. За квадратную скобку выносится определитель, который присваивается двум и более индексам. Ну, например, вот как в нашем примере про патенты. У нас есть патенты на радиоприемники и телевизоры. Можно записать по отдельности. Ну, в принципе, так и надо было бы писать. Патенты на радиоприемники. Вообще-то, главнее радиоприемники, патенты, это вот идет обозначение у нас. Берем из вспомогательных таблиц 0,88, обозначение для патентов. И вот добавляем его к радиоприемникам. Радиоприемники, патенты, телевизоры, патенты. Ну, как-то не очень хорошо. У нас два раза этот индекс фигурирует. Вот для этих случаев применяются квадратные скобки. То, что не повторяется, мы ставим в квадратные скобки и ставим знак плюс между ними, потому что они равны. И, в общем-то, без разницы мы напишем патенты на телевизоры и приемники или патенты на приемники и телевизоры. Суть не поменяется, да, от перемен мест лагаемых. А вот эту часть мы выносим за квадратную скобку. И получается, один раз его написали, но он относится к обоим индексам. Еще один вариант, когда это применяется, выносится повторяющийся индекс, к которому дается знак отношения от других индексов. Страшная вещь, на самом деле не очень страшно. Вот смотрите, есть у нас, например, сборник работ по труду заработной плате в горном деле. У нас есть раздел УДК, относящийся к труду. Заработная плата выделена отдельно под раздел этого большого деления с точкой 2. И то, и другое относится к горному делу. И, в принципе, нам было бы написать, нужно было вот так. 331 горное дело. На первом месте все-таки нас интересует труд, а горное дело КП. К нему привязывается, показывает, где это происходит. Заработная плата и горное дело. Вот эти знаки тоже можно выносить за квадратную скобку. Тогда у нас будет здесь в квадратных скобках через плюс и добавляем двоеточие, что это все происходит в горном деле. Ну, вот так вот можно составлять индексы в таблице УДК. для, так сказать, итога. Да, я их вам сюда просуммировала, собрала. Вот такая небольшая табличка для подсказки. Какие знаки для чего используются. Ну, и примеры там у нас остаются. Ну, и вот такая небольшая подсказка. Чем пользоваться для для упрощения жизни себе. Есть несколько онлайн ресурсов, хорошо устроенных, по которым можно и изучить эти таблицы и быстро, спокойно найти нужные нам индексы. Мне, например, нравится вот этот второй, который у нас здесь приведен, ТИКОД. Очень удобно устроен, очень быстро можно найти. И вот этот вот первый, наука.pro.ru, там очень хорошо разобраны составляющие. Вся классификация УДК хорошо приведена. И основные таблицы, и вспомогательные, и все алфавитно-предметные указатели и по нему тоже легко ориентироваться. То есть первый, вот хорошо соединить вот эти два ресурса. По этому можно быстро искать. У него все-таки онлайн-поисковик немножко устроен, может быть, немножко попроще, но быстрее, оперативнее реагирует на запрос. А более серьезные случаи можно смотреть по Наука.pro. Потому что здесь про вспомогательные таблицы, про определители, вот во втором нет, а вот в Наука.pro есть. И еще вот парочку я вам даю, которые тоже можно посмотреть. Ну, здесь с онлайн-ресурсами история лучше такая. Лучше посмотреть несколько, выбрать то, что подходит больше вам, и пользоваться тем, чем вам удобнее пользоваться. Ну, для себя я вот эти два точно выделила. Вот это то, что касается нашей универсально-десятичной классификации, буквально вот в таком быстром забеге по ней. И еще один индекс, с которым мы с вами сталкиваемся, это индекс BBK. Вот я вам открыла для скачивания тоже. Ну и по этой классификации мы тоже с вами быстренько сейчас пройдемся, потому что с ней мы тоже сталкиваемся. А, еще забыла сказать про УДК. Если знак у нас получается, индекс получается очень большой, и вот этих вот двоеточий много, знак плюс, и при написании они могут не уместиться на одной строке, то там есть такая история. Переносить на другую строку можно, часть индекса, но при этом во второй строке необходимо стоящий перед индексом знак плюс или двоеточие повторить. То есть у нас закончилось на плюсе, и надо перенести второй индекс на следующую строчку. Мы его переносим, но знак плюс повторяем. Поэтому не пугайтесь, если вы увидите два раза плюс или двоеточие, стоящие на разных строках. Это значит был перенос. И ББК. Библиотечная и библиографическая классификация. Это наш национальный стандарт. Назначение и основная часть та же самая. Облегчить поиск информации и доступ, раскрыть содержание, представляя его в виде вот такого индекса перевода на искусственный язык. Зачем ББК для небиблиографов? Ну, опять же, для самостоятельной индексации проверить правильность составленного индекса, не нами, поиск источников по определенной тематике и ориентация в систематических каталогах библиотек, которые используют ББК. Почему, кстати, авторов иногда просит и ББК, и УДК писать? А по-разному. Систематические каталоги в разных библиотеках могут по-разному, на разных классификационных системах строиться. Где-то на УДК, где-то на ББК. Поэтому, куда попадет ваша книга, вот для этого и пишутся два индекса, чтобы везде она нашла свое место. И вот эти два пункта, к сожалению, чаще всего мы забываем, но обратите внимание, в расширенном поиске в каталоге РГБ мы пользуемся простым вариантом. Автор названий пошли искать. И много времени на этом теряем. Но если нас интересуют тематические запросы литературы исключительно по какой-то одной теме, по одной отрасли или по узкому вопросу из этой темы, посмотрите ББК. Если у нее есть индекс, вы по индексу найдете вообще весь спектр литературы, которые есть в библиотеке, например, в том же РГБ, которые проиндексированы по индексу, они относятся к этой теме. То есть все, что вам нужно по вашему вопросу, вы гораздо быстрее можете найти, чем просто пользоваться обычным простым поиском. Ну вот про это мы иногда забываем, но это вот тоже такая хорошая вещь. У ББК очень много разных таблиц. Много разных вариантов таблиц. Поэтому, когда вы готовите, например, книгу или статью к изданию и вас просят проиндексировать, обратите внимание в требованиях. Если ничего не написано, не постесняйтесь, задайте вопрос, какими таблицами у ББК пользоваться. Например, вот для индексации пользуемся ББК определяется по изданию средние таблицы. Другой вариант, тоже ББК определяется по изданию ББК таблицы для массовых библиотек. Вот так. Два разных варианта. Могут быть, они немножко отличаются. Поэтому очень важно понимать, по какой таблице нам пользоваться. Не написано, спросите, чем пользоваться. А их же несколько. Вариантов вот сколько. Есть универсальные, есть полные, средние, сокращенные, есть отраслевые. Но оставлено сейчас, в основном достигнутое соглашение было. Остались три варианта. Полные, средние, сокращенные. Уже полегче, но все равно. Ну да, каким из них вы проиндексируете, а не совсем так. Из чего состоит... Поэтому здесь сильно углубляться нам не нужно. Нужно просто задать вопрос, и потом я вам покажу. Поисковик есть в РГБ, электронный такой определитель ББК, которому очень... тоже онлайн, которому очень удобно пользоваться. И вот там как раз мы и вводим, по каким таблицам проводится классификация. Он сам нам уже все покажет. Из чего состоит структура? Структура всех изданий таблиц, она одинакова. И, как правило, включает основные таблицы, вспомогательные. Обязательно есть вспомогательные таблицы типовых делений, методические указания, алфавитно-предметный указатель и еще приложение. Вот это вот в любой таблице, оно будет внутри, будет отличаться. Поэтому не забывайте спрашивать. Основной. И так же, как в УДК, в ББК тоже есть основной ряд. Вот они похожи. Также общенаучные междисциплинарные знания. Следующие отделы – это естественные науки, прикладные. Чувствуете? Похожи же, правда? Техника, сельское хозяйство, медицина. Вот они. Мы же только что это где-то видели в УДК. Уже не совсем страшно, что-то знакомое. Дальше пошли общественные и гуманитарные науки. И замыкает основной ряд литератур универсального содержания. И система вспомогательных или типовых делений состоит из тоже общих и территориальных типовых делений, типовых делений социальных систем, которые используются во всех отделах классификации и для таблиц специальных типовых делений. Ну, вот, немножко страшную вещь сказала. Ну, вот, если сравнить с УДК, вот, смотрите, у нас примерно похуже, но немножко отличаются. И обратите внимание, раздел 4 в ББК, он и есть под сельское хозяйство, а в УДК 61-го года он свободен, он пустой. Поэтому в УДК четверочки никак быть в индексе не может. Начинаться индекс четверки. Поэтому это тоже имейте в виду. И особенности индексации в ББК. Здесь, если в УДК только цифры, то здесь смешанная база. Здесь и буквенные, и цифровые обозначения. Логичность и последовательность рубрика. Какие знаки используются при индексации в ББК? А, ну, про логическую индексацию немножко так пробежал. Да, это связано со структурой самой классификации. И она позволяет детализировать более общие понятия, выделять более частные, дробные подразделения путем присоединения к ним новых знаков справа. И наоборот, при необходимости сокращения мы эти знаки просто откусываем, и у нас получается более общее понятие. Здесь немножко попроще. Но, тем не менее, здесь тоже много знаков, которые используются. Арабские цифры обозначают основные классы. Порядковое перечислительное значение. Два, например, естественные науки. Тройка – это технико-технические науки и так далее. Прописные буквы русского алфавита обозначают отдельные понятия, отдельные территории, предметы. И при алфавитном расположении материалов они используются в сочетании с цифрами. Ну, например, там «пять я по Япония» относится к пятому разделу. Пятый раздел, да, что у нас там. Давайте посмотрим, что у нас в пятом разделе. Вот, здравоохранение, медицинские науки. То есть это здравоохранение, но Япония. Относится к Японии. И дальше строчные буквы. Строчные буквы обозначают такое обозначение основного ряда общих типовых делений. И в этом случае имеют такое порядковое перечислительное значение. За каждой из этих букв и Г, и вот Я-2, как у нас в примере, да, скрывается что-то. Например, Г обозначает вот эта буква. Она обозначает, что это история науки. То есть если мы присоединим к какому-то коду вот эту буковку Г, это будет означать, что мы рассматриваем этот предмет с точки зрения истории данной науки. А вот Я маленькая, Я-2, обозначает справочное издание. Если мы ее присоединим к нашему индексу, то у нас получится, что это справочник. И точка – это разделительный знак после первых двух цифр. Индекс обычно применяется. И дефис – это специальные типовые деления. Есть вот эти вспомогательные таблицы типовых делений, которые приводятся как отдельно, так и внутри самих разделов ББК. Вот в этом только есть особенность. Если в УДК все вынесено за пределы, то в ББК они еще и внутри большого раздела могут попадаться, относиться к этому разделу. Поэтому их нужно смотреть. Если мы добавляем через дефис еще какие-то циферки, то это детализация уже нашего большого индекса. Двоеточие тоже применяется при комбинировании, когда мы соединяем индекс рубрики одного основного класса с индексом рубрики другого основного класса. То есть, например, берем и пособия, и искусство, и библиографические пособия по искусству. Вот у нас будет стоять, например, знак 919 – это искусство, и через двоеточие 85 – это библиографическое пособие. Косая черта для обозначения сдвоенного индекса, например, общественные и гуманитарные науки. Вот мы их объединяем и через косую черту записываем. 6, 8. Такие рубрики в библиотеках, например, они рабочими не являются, и разделители с ними карточки не ставят. Поэтому просто знать, что это есть, но часто мы как раз этим пользоваться не будем, но просто имейте в виду, что такое есть. Остальные нам понадобятся, особенно первые. И апостроф – это отличительный признак индексов типовых делений социальных систем. К политике чаще всего относятся, и вот там он применяется, перед названием ставится. Косая черта – это… Нет, это скорее как косая черта в том же УДК, объединение, вот как пагинация вместо пагинации. Но мы его в знаках чаще всего не используем. Ну вот такие основные знаки применяются в ББК. Ну и примеры индексов. Вот смотрите, вот как устроено ББК, и вот они индексы. Естественные науки общий. Добавляем нолик. Естественные науки в целом. Добавляется, вот она, буковка Г у нас появилась. Если мы напишем 20 Г, то это история естественных наук в целом. 20 естественной науки в целом, и мы рассматриваем их историю. Добавляем через точку 1, появляется экология, появляется человек. Человек – окружающая среда, экология человека, экология в целом. И вот так вот идет дробное деление в самом ББК. И да, вот учебные издания. То, с чем мы часто сталкиваемся. Обязательно, когда проводите индексацию, нашли индекс, почитайте вот эту расшифровку. Что здесь приводится. Подходит ли то, что мы, наше произведение, наше творение, вот под то, что изложено здесь. Хотя бы частично. Или надо смотреть, еще добавлять какие-то другие индексы. И если мы добавляем, если просто напишем «я 7», это будут просто учебные изделия. Если добавляем нолик для школьников, если начальная школа 71, 73, это уже высшая школа. Вот такое дробное деление. Плюс это в УДК, да. Плюс, если к двум различным разделам относится, это вот там. А здесь у нас, смотрите, в ББК у нас знака «плюс» здесь нет. У нас вот. Вот, мы его вот чаще всего используем, да, комбинированный основных классов. Если из разных разделов мы его добавляем, здесь ставим как раз двоеточие. Да, вот как бы не запутаться. Поэтому, когда индексируете, вы не хватаете сразу за все. Сначала по одной системе проиндексируете, потом передохните, и только по второй, чтобы вот эта вот каша в голове не происходила. Вот еще пример, да. Сейчас посмотрим. Вот. Проектирование радиоаппаратуры. Да, 32, 844. И вот он, дефис у нас добавляется. И смотрите, что у нас получается. У нас получается проектирование радиоаппаратуры. А если мы добавим через дефис 0,4, у нас получаются уже детали радиоаппаратуры. Уже совсем другое. Поэтому обязательно, прежде чем чего-то добавить, вроде бы подходит по смыслу, откройте, посмотрите, расшифровка подходит ли. Или вот территориальный признак добавляется. Скульптура. Если добавляем двоечку, то это станет скульптурой России и СССР. А если троечку, то это уже зарубежных стран. И смотрите, если написана вот такая вещь, подразделяется аналогично пункту такому-то. Откройте, это отсылка. Откройте этот пункт и посмотрите, есть ли там еще какие-то подразделения. Как там указано, чтобы 40 раз написать, нас просто отослали вот туда. Нужно ли нам использовать аналогичные деления, которые приведены там. Если нет, то нет. Вот математика. 21, 22, 1 математика. Если добавляем буквку, просто добавляем буквку Г, история науки, у нас получается история математики. Таким образом можно составлять индексы. Здесь немножко попроще, может быть, даже, чем в ДК. Мы просто добавляем справа те или иные знаки. Уберем Г, вот эту буковку, у нас будет просто математика. И вспомогательные таблицы типовых делений. Основные они вот такие. Вот так они выглядят. Общие типовые деления – это систематизация произведений по тематическим аспектам содержания, по формальным признакам, которые общие для всех или для нескольких отраслей. И вот эти индексы из таблицы ОТД присоединяются к индексу любой отрасли или любой теме. Например, если нужно выделить учебники для средней школы по алгебре, то к индексу добавляется элементарная алгебра, добавляется вот эта самая Я-72. Территориальные типовые деления – это подразделение материала по региональному признаку. Начинаются с цифры и буквы русского алфавита, прописные и строчные, заключенные в круглые скобки. Вот это вот для территории. Есть весь мир, есть мировой океан точно так же, но исключение представляет раздел 2 Россия и СССР и раздел 3 зарубежные страны в целом. Россия и раньше СССР расположены в двух частях света, Европа и Азия, и в целом ни под одной из них представлено быть не может, поэтому вот ввели отдельные разделители для этого случая. Типовые деления социальных систем, вот это ТДС – это предназначение для единообразного подразделения и обозначения материала по принципу социальной системы. Вот тогда появляется у нас арабская цифра с предшествующим ей знаком апостров. Они применяются, они не применяются, так же, как и остальные разделители, вернее, остальные определители. Если для этого вопроса есть в основных таблицах специальный индекс, то есть мы тут уже ничего лишнего придумывать не должны. И более полно вот это применение вот этого апострофа раскрыто в разделе 66 политика, политическая наука, вот они относятся туда. Там более подробно раскрыто и развернуто их применение. И специальные типовые деления, последняя таблица, в отличие от всех предыдущих, они используются только в пределах одного раздела или нескольких разделов, но одной отрасли знания. И их отличительный признак – это вот тот самый дефис перед их цифровой частью. по таблице типовых делений, например, то, что добавляется ко всем разделам. Философия, научные методы, ну, на примере философии, конкретно методы исследования. Если наш отраслевой вариант, наша книга рассматривается с одной из этих точек зрения, тогда мы его и добавляем. Территориальные деления, вот они, и дальше пошли специальные типовые деления для подразделения территории по административно-территориальному признаку. И вот дальше мы уже смотрим более специфические варианты обозначения. И вот они с апострофами для социальных систем. Развитые страны, развивающиеся, ну, вот тогда было еще и осталось пока еще социалистические страны, но перед ними ставится апостроф. Если речь идет о политике, и вот она раскрыта как раз очень хорошо, ее применение в разделе, связанное с политикой. Вот так он выглядит. Политика современно-политическая развитых стран. Обозначение и обозначение, что это развитые страны, вот оно со знаком апостроф у нас здесь и присутствует. И таблицы специальных типовых делений к соответствующему разделу нужно смотреть в рамках этого раздела в самой таблице ББК. Вот они и расписаны. Присоединяем. Например, частное языкознание языки мира можно ввести в какой стране у нас относится, и добавляем специальное типовое деление, что это грамматика, фонетика, история языка, и можно получить вот такой вот код. Ну и, конечно, алфавитно-предметный указатель. То, с чего и в УДК и в ББК имеет смысл начинать знакомиться. Легко найти, но это не окончательный вариант. Нужно открыть, посмотреть, свериться с тем, что у вас в источнике написано, и то, что есть под этим индексом. Возможно, его дополнить и доработать, а может быть и какой-то другой индекс, от него оттолкнувшись, и дополнить, дописать. Ну и так вам. Вот небольшой индекс из ББК. Вот такой вот. Такое немножечко развлечение. И все это можно прочитать, и все это можно расшифровать с помощью таблиц ББК. Вот если это в табличной форме, то это расшифровывается вот так. А если перевести на язык заголовков, то тема работы была вот такая. Материалы о координации научно-исследовательских работ в СССР по вопросам проектирования вспомогательных устройств непрерывной прокатки стали. Вот такие индексы тоже могут быть. Но если у вас не настолько специфическая работа, а все-таки книга или статья с названием попроще и полегче, увлекаться вот такой слишком уж конкретизированной индексацией, где мы каждое слово пытаемся проиндексировать, ну, наверное, не стоит все-таки отталкиваться от основного содержания документа. Ну и ресурсы онлайн. Вот это хороший, хороший, сейчас я вам скажу. Вот оно. Сейчас я вам эту ссылочку даже сюда перекину. Не, не через плюс. Через плюс это в этом самом ДК. Вот. Вот это интересный ресурс формирования индексов в ББК. Он очень простой. Можно посмотреть. Там можно составить индексы. Вот еще три варианта, где можно подобрать индексы в ББК, ну, чтобы поменьше мучиться, но все равно потом перепроверьте. Вот это хорошая вещь, которую я вам в чат закинула ссылку. Это таблицы ББК Российской экспертной библиотеки. Автоматизированный вариант. Там немножко можно, нужно немножко приспособиться, но, тем не менее, там есть указания, методические указания по использованию этого поисковика, но он существенно помогает вот нам в этих вопросах, чтобы не заблудиться, где чего посмотреть в таблице, тем более печатные не всегда мы имеем возможность добыть. Поэтому вот этим ресурсом хорошо пользоваться. Только индекс из основной таблицы. Екатерина. Можно ли автору указать при публикации своей статьи только индекс из основной таблицы? Да, конечно, можно, если он есть, и если содержание вашей статьи полностью ему соответствует. Естественно. Но если это слишком широкий индекс, а у вас есть все-таки основное содержание более конкретизировано, то тогда надо посмотреть в таблице, и, возможно, что-то придется добавить. Например, вы рассматриваете историю математики, а не математику вообще. Вот тогда да, тогда мы добавляем. Поэтому здесь смотрите чисто вот по вашему... Да, по вашему... Вы как автор, вы свой нюанс знаете лучше в своей статье. О чем там? Почему редакторы очень часто авторов терзают? Да? А о чем все-таки ваша книга? А что здесь? И вот до печенок могут достать, вот, собственно, для того, чтобы не проиндексировать неправильно. А если есть в основных таблицах, конечно, и полностью отвечать без проблем. Ставим и не мучаемся. И еще, коллеги, пара слов у нас про... Еще один индекс у нас остался, DOI. Я вам тоже презентацию открываю для скачивания. Ну, про DOI мы уже как-то говорили, поэтому долго на нем останавливаться не будем, но я вам покажу несколько интересных моментов из этого индекса. Да, как говорят участники дата-сайт, имеющий DOI цитируется в два раза чаще. Это тоже один из идентифицированных идентификаторов, с которыми мы сталкиваемся, но в отличие от УДК и ББК мы уже здесь ничего не индексируем. Сами нам его присваивают. Это идентификатор цифрового объекта. Иногда его еще уже не переводят, но иногда попадается вот второе обозначение ИЦО, идентификатор цифрового объекта. И он применяется ко всем цифровым научным данным. Под этими данными подразумеваются любые текстовые, мультимедийные, информационные ресурсы, опубликованные, неопубликованные. Даже картинки и презентации сюда могут попасть. И вот такие примеры научных цифровых данных. Это могут быть и рисунки, и схемы, и фотографии, научные отчеты, и диссертации их автореферата, и даже выпускные квалификационные работы, учебные и учебно-методические литературы. Все, что попадает в цифру, всему мы можем присвоить ДОИ. И идентификация цифровых научных данных это как раз присвоение такому цифровому объекту этого уникального имени ДОИ, после чего к ресурсам можно обращаться, даже не зная места его физического расположения. В этом и состоит основная цель этого ДОИ, обмен данными в научных кругах. Ну и 8 причин, по которым стоит заиметь индекс ДОИ. Поиск легко, просто, удобно. Вот два адреса, по которым мы можем находить статьи по номеру ДОИ, любые материалы. Если это официальный, а не левый индекс, и он прошел регистрацию, все нормально. Вот первый ресурс платформы ДОИ.орг, вот там мы можем просто введя индекс получить сразу данные и переход на сайт, где расположена эта статья. Простота цитирования, доступность ресурса, понятно, повышение рейтинга правообладателей, статус ресурса и фиксация новизны и авторства. В какой-то мере это защита авторского права тоже. Ну, конечно, не такая юридическая, но как бы застолбили, а я первой ДОИ получила. Так что тема-то моя, извините. И минимизация потерь при учете цитирования. Вот это тоже важно. Мы сослались, или автор сослался на какую-то статью, не имеющую ДОИ, она пропала, исчезла, погибла, погиб этот адрес, и все. А у этого автора, который на нее ссылался, оказывается, ссылочка-то битая, вопросы могут быть к нему. А представляете, как обидно, когда уже статья готова или какая-то работа к публикации и на тебе. По кросс-реф, да, по кросс-реф тоже можно. Ирина Старрисовна, сейчас скажу, почему лучше можно и по ДОИ, то есть аккумулирует все. Лариса Скрипина, ссылку в чат. Сейчас я попробую посмотреть. Да, вот она есть. Сейчас я вам обе эти ссылки сюда и скину. Вот они. Про простоту цитирования. Есть еще вот такая вот, есть вообще классная штука, которая называется вот такой ДОИ-форматор. Ссылку на него я вам, она действует и с презентацией, но я вам ее в чат тоже повторяю. Это классная вообще вещь. Вы вводите сюда, перейдя по ссылке, вводите сюда просто ДОИ из статьи, но она действует только для статей, имеющих ДОИ. Просто ДОИ, больше ничего. А дальше вы выбираете стиль. Стиль цитирования. Гарвардского там около 30 штук. Если не больше, чуть ли не каждого университета, который гарвардский стиль под себя адаптирует, они там перечислены. Выбираете нужный стиль. Выбираете язык. Вот английского там, например, тоже два. Британский и американский, не просто английский. Выбираете нужный язык, и новозеландский, и филиппинский, ради Бога. Огромный выбор. Нажимаете кнопочку формейт. И всё. И у вас в результате, вот просто даже специально вам результат не показывают, просто попробуйте зайти, попробовать поиграться сами. С русскоязычными вряд ли. Один раз у нас не получилось. Сейчас, не знаю, может быть. А вот для референсис, вот когда мы пишем англоязычную часть списка источников для статей и постоянно с этим мучаемся, да. Вот для референсис это просто очень здорово подходит. Хотите Ванкувер, хотите Чикаго, хотите Турабин, но главное, чтобы у объекта был вот этот дои. Без дои он не работает. Но с дои это вообще великолепная вещь. И он вам в нужном стиле сразу выдает, как правильно цитировать на английском языке это произведение. Вообще супер. С русскими так не получится, потому что мы приводим и транслитерацию, и перевод. Ну, если только частично. Полностью нам для референсис здесь не получится. Ну, вот такая вот вещь, которая тоже очень хорошо работает. Еще одна вещь, где можно получить или может быть, может нам пригодиться дои. А где его еще можно получить? Ну, вообще в научном мире ссылаться на социальные сети это не Камильфу. Могут отказать в публикации или попросить эти ссылки убрать в примечание. И вот возникли научные социальные сети. Среди них вот такие три, я вам только покажу. The Noda, Fikeshare и F1000 Research. И бонусы этих научных социальных сетей и заключаются в том, что они бесплатно присваивают дои всем загружаемым материалам. Присваивается дои сразу, но регистрируется он чуть позже, через какое-то время. Но ссылаться на присвоенный идентификатор можно сразу, как только вы разместили материал на этих платформах. Но опять же, имейте в виду, что это хоть и научные, но социальные сети, поэтому никакого там рецензирования материалов нет. И они, в принципе, открыты для своих участников. И насколько уникален ваш материал и готовы ли вы им поделиться идеями изложенных в своих материалах. Но плюс в том, что дои они присваивают. И вот три такие сети. The Noda – это такой файлообменник практически научный, позволяет делиться любыми документами и присваивает им идентификатор дои. Очень, кстати, популярная за границей социальная сеть. Научная. Ссылку я вам тоже на нее сейчас даю. Еще одна социальная сеть, где дои нам могут тоже присвоить и тоже бесплатно. Это Fakeshare. Больше всего она подходит для публикации графических материалов. Ну и так же, как Zenoda, тоже предоставляет дои-идентификатор. Так что, если есть какие-то графические, визуальные материалы, вот здесь можно их опубликовать и получить на них дои. И F1000 Research – это вообще платформа издательская, открытого доступа и поддерживает хранение и совместное использование данных. В основном она специализируется на презентациях. Но дои присваивает бесплатно только в том случае, если тематика презентации и материал соответствуют их тематике. Вот эти все три сервиса особого рецензирования не имеют или не имеют вообще. Позволяют нам публиковать зато свои материалы бесплатно и бесплатно же получить дои для своего документа, набора слайдов, картинки и так далее. И самое главное – только познакомиться с правилами этих сервисов и постараться их не нарушать. Тогда все будет хорошо. Ну, а дальше уже цитируя, ссылаясь на эти работы, мы уже будем ставить, можем давать описания и ссылаться на них. Они уже имеют индекс дои, как все официальное, нормальное. По инфраструктуре буквально пару слов просто скажу. Немного цифр, потом посмотрите сами. Он существует у нас с 2000 года. А вот, коллеги, связь у нас есть? Поставьте кто-нибудь огонек, нажмите, а то я так смотрю, бурлил-бурлил чат, и потом глобальная тишина. Немножко стало страшно. Ага, отлично, все. Вот как раз спрашивали про, где смотреть индекс дои. Вот смотрите, Международный фонд дои, это сайт дои.орг. Два официальных регистратора, это Crossref и DataSite, а дальше пошло разделение национальные регистраторы, и они продают уже вот эти индексы, префиксы, вернее, организациям, регистраторам. И те уже дополняют их своими данными. И вот это присваивается нашим статьям. То есть смотреть дои можно либо на doi.org, вот он, этот сайт, на слайде тоже есть прям ссылка на него, сюда вводим, и здесь аккумулируются все дои выданные, выданные, выданные. Дальше, Crossref и DataSite, они находят только те дои, в них можно найти только те дои, которые выдавались ими. Поэтому, если не нашли здесь, смотрите сразу в doi.org. Ну, из наших отечественных, национальный центр NEICON, кто занимается выдачей, национальный центр идентификации научных данных Петербургский университет Петра Великого, и политех, вернее, и из организации, кстати, вот наше издательство Директ Медиа тоже с 2017 года присваивает идентификатор doi. Вот была новость 18 января 2017 года, в том числе и студенческим работам, которые участвуют в конкурсах курсовых, дипломных работ, которые проводятся на площадке издательства. Поэтому вот с 2017 года такое присвоение в рамках издательства, оно, издательство Директ Медиа тоже осуществляется. Ну, уже более 168, по-моему, работ получили этот индекс, ну, конкурс ежегодный, поэтому, наверное, еще больше. И по структуре из чего состоит doi. Здесь важно понимать просто расшифровку кода, что то, что докосует черты, это называется префикс, это тот код, который выдает организация организациям, издательствам, регистрируемым агентствам, вот тем самым кросс-рев, дата-сайт или фондам doi. А вот дальше то, что закосует чертой, это суффикс, это присваивается, этот код формируется и присваивается уже самой организации. Чаще всего, если говорить о статьях, то здесь идет название журнала, год, номер или месяц, выпуск, и дальше там по-различному, или порядковый номер статьи, например, или страница, здесь по-разному может быть. Иногда название журнала может и не быть, но чаще всего вы его включаете. Вот из чего состоит номер doi. Поэтому можно даже посмотреть, если статья у вас опубликована в одном журнале, посмотрели, присвоенные ей doi, а там название другого журнала. Чего-то здесь не то. Вот. Ну и как получить doi бесплатно в Директ Медиа, например, вот тоже, кстати, есть вот такой префикс, вот он у нас существует, и на все публикуемые книги, например, у нас присваиваются вот все и УДК, и ББК, и СБН, и РИНС, и теперь еще и doi. Можно тоже получить на цифровые объекты. В e-лайбререре, когда пользуетесь статьями, обращайте, пользуетесь e-лайбререре в поиске статей, обращайте внимание на наличие индекса doi. Ну и присвоение doi не означает автоматического попадания в скокус или в App of Science, хотя обратное возможно. не обратное возможно, хотя возможно, имея индекс doi, попасть в одну из индексируемых баз за счет того, что вашу работу будут цитировать, на нее будут ссылаться, и она может попасть все-таки в этот список в качестве цитируемого объекта. Есть там такая маленькая хитрость. Ну и в конце объекты, на которые doi можно получить тем или иным способом. Ну вот, коллеги, и все на сегодня. Про авторский знак я вам презентацию даю для скачивания. Можно ее скачать, она немножко пошире. А на следующем вебинаре про авторский знак я уже чуть поподробнее расскажу, и можно будет посмотреть в записи. Хотя с авторским знаком здесь особо сложного ничего у нас нет. это еще один элемент, который используется при индексации. Здесь важно помнить только про структуру, что он состоит из начальной буквы первого элемента библиографического описания, либо фамилии автора, либо заголовка, и цифра, и где посмотреть эту цифру. И особые случаи. Если начинается с предлогов, то мы захватываем следующее слово, эти буквы. если буквосочетания нет в таблице, тогда мы даем авторский знак по предыдущему слогу. Если вот такие буквы вдруг у нас попались, то тогда допускается использовать только букв без цифры. И если заглавие начинается с цифры, например, 20 век начинается, и 20 написано цифрой, то мы даем по буквенному начертанию. Авторский знак будет слово 20, Д, В, да. Вот по нему. Вот это основные такие моменты, с которыми мы можем столкнуться. И онлайн-ресурсы, которыми можно пользоваться. Я вам рекомендую вот этот ресурс, эластичные таблицы. Он выглядит не очень красиво. Вот такое ощущение на коленке сделанное. Но он очень эффективный. Почему эластичные таблицы? Если нет какого-то сочетания буквенного, и у нас попадает наша, которая нам нужна между двух огней, и какой из них поставить, там можно открыть, и дается расширенная. Есть двухзначные таблицы Хавкина, а есть трехзначные. Вот эластичные таблицы, они трехзначные. Они как раз позволяют нам найти то, чего вроде бы в самой таблице нет. А так это очень простой инструмент. Спасибо Любовь Борисовне Хавкиной, которая его разработала. Просто по первым буквам, сочетания буквенной первой фамилии первого автора или заглавия, открываем таблицу и находим нужный знак. Все. И его подставляем. Ну вот, коллеги, вроде бы теперь точно и все. Все вам отдала, все презентации тоже. Не забудьте их скачать. У нас с вами в два часа начнется вебинар про издательские дела. Кому интересно, приходите. Будет очень интересный материал от редактора издательства. Как говорится, с другой стороны, коллеги, вопросы, которые вы написали в чат, не обижайтесь, пожалуйста. Я их соберу, сделаю распечатку, и тогда вам уже отвечу. Светлана Анисюкевич и Валерий Кузнецов, Ирина Старостина. Они не пропадут, не волнуйтесь. Я их просто заберу оттуда, просто чтобы сейчас нам не задерживать следующий вебинар. Просто хотелось вам дать как можно больше информации. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Коллеги, сертификаты будут готовы чуть-чуть попозже. Мне сейчас просто нужно будет еще второй вебинар запустить, поэтому я их чуть-чуть попозже сделаю, но они обязательно будут у вас. Всем спасибо. Не забудьте забрать презентации, пожалуйста, из наших материалов. Всем хорошего настроения, удачного дня, крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя, своих близких. И до новых встреч на наших вебинарах в Директ-Академии. Директ-Академии. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok